День окончания Второй мировой войны Почему такое не совпадение? Дело в том, что в 1945-м день победы над Японией был определен как 3 сентября. В этом есть правоприемство. Для нас Вторая мировая война – это прежде всего Великая Отечественная. Географически – территория Европейской части Советского Союза и Восточной Европы, Германии, Австрии, Северной Норвегии и датского острова Борнхольм, освобожденные Красной Армией. Для американцев же имена Мидуэй и Ивадзима звучат как для нас Сталинград и Курская Дуга, хотя масштабы этих сражений просто несоотносимы. Фотография водружения флага над Ивадзимой стала скульптурным памятником и одним из символов американского патриотизма. А мы про эту местность и не слышали. Фото постановочное, но американские курсанты сегодня принимают присягу именно у монумента с одноименным названием на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. У историков есть мнение, началом Второй мировой войны следует считать не 1 сентября 1939 года, а 7 июля 1937 года, не день, когда фашистская Германия напала на Польшу, а когда расквартированные в окрестностях Пекина японские войска спровоцировали столкновение с китайскими частями, хотя необъявленная война Японии против Китая началась еще в 1931 году, а к 1937 году под контролем императорской армии оказалась не только Маньчжурия, но и провинции Северного Китая. Сразу после провокации японские войска перешли в наступление и до конца июля захватили города Пекин и Тяньцзинь. Чем занимались японцы на китайской территории? Отряд 731 в Маньчжурии разрабатывал бактериологическое оружие и проводил зверские опыты над китайскими военнопленными и мирными гражданами. Этих японских военных преступников потом приютили в США. На помощь Китаю пришел СССР. За первые четыре года войны Китай получил от Советского Союза свыше тысячи самолетов, десятки танков, почти 10 тысяч пулеметов, 110 тысяч винтовок. С японскими пилотами сражались две тысячи советских летчиков-добровольцев. Каждый десятый из них погиб. 14 советских воинов были удостоены звания Героя Советского Союза за Китай. Операции Красной Армии в 1938 году на советско-японской границе в районе озера Хасан и бои с японцами в Монголии в районе реки Халхингол в 1939-м стали причиной, почему Япония так и не начала боевые действия против СССР, несмотря на давление Берлина. Два поражения от Красной Армии ей многое объяснили. В Халхинголе в августе 1939-го случился первый подвиг Гастелло — огненный таран. Газета «Сталинский сокол» писала. Комиссар железной рукой развернул горящий самолет и резким пикированием направил его в самую гущу скопления противника. Звали комиссара Михаил Ююкин. 27 сентября 1940 года Германия, Италия и Япония подписали Берлинский тройственный пакт, который предусматривал разграничение зон влияния между странами АСИ при установлении нового мирового порядка. Германии и Италии отводилась ведущая роль в Европе, а Японии — в Азии. Так завершилось формирование фашистского блока, к которому присоединились Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия, марионеточные правительства Хорватии, Маньчжоу-Го и про-японское правительство Ван Цзинвэя в Китае. 22 июня 1941 года, после нападения Германии, в войну вступил СССР, а 7 декабря того же года, после японской атаки на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор, США. С этого момента Японо-Китайская война официально считается частью Второй мировой. Неудача гитлеровского Блицкрига стала еще одним фактором, повернувшим Японию на Америку. Мол, покажем немцам класс, а с русскими пока связываться не будем. Нападем на СССР, когда он окончательно выдохнется в войне с Германией. У нас с Японией был пакт о нейтралитете, заключен в апреле 1941-го. Как и в случае с Германией, он должен был дать гарантию ненападения. Но когда нацистов это останавливало? Того же Гитлера. Поэтому на протяжении всей войны СССР приходилось держать на Дальнем Востоке от 32 до 59 сухопутных и от 10 до 29 авиационных дивизий. Свыше 1 миллиона человек. Переброска части сил Красной Армии с Востока на Запад, под Москву, началась только после того, как Сталин получил достоверные сведения, в том числе от советского разведчика Рихарда Зорге, что японцы не совершат агрессию против Советского Союза до конца 41-го года. Сами же мы пакт разорвали строго по правилам в 45-м, за 4 месяца до объявления войны Японии. Тихоокеанский театр военных действий был огромен. Основную часть территорий занимал океан. Но потери во Второй мировой на этом театре военных действий тоже были огромными. Больше всех у Китая. За время Второй мировой погибло от 3 миллионов до 3 миллионов 750 тысяч военнослужащих и порядка 10 миллионов гражданского населения. Всего за годы войны с Японией потери Китая составили более 35 миллионов военных и гражданских. Потери японцев с 7 декабря 41-го по 2 сентября 45-го – 1 миллион 270 тысяч погибших военнослужащих. Небоевые потери – 620 тысяч. Ранены – 3 миллиона 600 тысяч. Пропали без вести 85 тысяч человек. Потери гражданского населения – сотни тысяч. Только американскими ядерными бомбами в Хиросиме было убито 80 тысяч. В Нагасаке – 74 тысячи. Через 5 лет потери от последствий взрывов и радиации в Хиросиме и Нагасаке достигли уже более 340 тысяч человек. А когда в 45-м американцы бомбили Токио обычными бомбами – не ядерными. Погибло 100 тысяч человек. В войне на Тихом океане США потеряли 296 тысяч 929 военнослужащих убитыми в бою и пропавшими без вести. Из 27 тысяч 465 военнопленных в японских лагерях погибло 11 тысяч 107 человек. СССР добился победы над Японией в августе-начале сентября 1945-го ценой жизни 12 тысяч 31 бойца. Тогда же японцы потеряли в боях с Красной Армией 84 тысячи убитыми и 640 тысяч пленными. С начала 30-х годов между Японией и США нарастали противоречия из-за контроля над ресурсами Восточной Азии. Японская агрессия в Китае и Индокитае беспокоила Вашингтон. 7 декабря 1941-го японский флот внезапным ударом нанес поражение Тихоокеанскому флоту США на его базе в Пёрл-Харборе – Гавайские острова. Взлетев с японских авианосцев в 450 километрах от американской военно-морской базы, 350 самолетов двумя волнами атаковали корабли США. Было потоплено 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный заградитель. Еще 4 линейных корабля, 3 легких крейсера и 1 эсминец получили серьезные повреждения. Погибло почти 2,5 тысячи американских военнослужащих. В ответ на нападение президент США Рузвельт объявил войну Японии. 7 декабря он назвал днем позора. Известно, что практически одновременно японцы атаковали британскую базу в Гонконге. Япония, пользуясь господством на море, захватила принадлежавшие американцам Филиппины, голландскую Индонезию и британские владения в Малайе и Бирме. Стремительное наступление японцев застало врасплох англичан. Их ключевая крепость Сингапур с сильным гарнизоном была окружена и капитулировала 15 февраля 42-го. Японская империя захватила огромные пространства в бассейне Тихого океана и Восточной Азии. Японцы угрожали Индии, Австралии и побережью США. После сдачи в плен американо-филиппинской группировки в апреле 42-го на полуострове Батан в Филиппинах японцы погнали захваченных солдат маршем смерти протяженностью 97 километров. Военно-пленных убивали, подвергали жестокому обращению, запрещали пить. Общее число погибших в пути оценивается в 5-10 тысяч филиппинцев и 650 американцев. Поворот в войне на Тихом океане наметился только в июне 42-го, когда американский флот одержал победу в районе Атолла Мидуэй. Американцы потеряли в сражении 1 авианосец, 1 эсминец, 150 самолетов, 307 человек. Японцы – 4 авианосца, 1 крейсер, 248 самолетов, 3057 человек. А вот для сравнения потери на советско-германском фронте. В 43-м американцы потеснили японцев на Новой Гвинеи, на Соломоновых островах и островах Гилберта. Настолько важные пункты, что не все про них и слышали. В 44-м американцы вели наступление на Тихом океане, систематически отбивая у японцев остров за островом. В октябре 44-го войска США высадились на Филиппинах, где бои шли до конца войны. На гигантских пространствах над водами Тихого океана кипели воздушные схватки, артиллерийские перестрелки между тяжелыми военными кораблями, шли бои в непроходимых тропических джунглях. Несмотря на продвижение союзников, до окончательной победы было далеко. Высадка американцев на японских островах Ивадзима в феврале и Окинава в апреле 45-го показала, за свою территорию японцы дерутся куда ожесточеннее. На взятие одного острова уходило 1-2 месяца. Союзники несли большие потери. Американцы просчитали – война на Тихом океане могла закончиться только в конце 1946 года при потерях в миллион человек, а по прогнозам генерала МакАртура, осуществлявшего общее руководство военными действиями союзников в этом регионе, могла продлиться еще 5-7 лет. Тогда Вторая мировая растянулась бы до 1952 года. 26 июля 45-го во время Потсдамской конференции США, Великобритания и Китай потребовали безоговорочной капитуляции Японии. Япония отказалась. В это время на Дальний Восток шла переброска советских войск. Еще в феврале 45-го в Ялте на конференции Большой Тройки Советский Союз подтвердил обязательство начать войну против Японии после завершения военных действий в Европе. Одновременно союзники дали согласие на возвращение СССР Южного Сахалина и Курильских островов. В стремительной войне с Японией в августе 1945-го наша армия показала, какой удивительной военной машиной она стала. Это была бесспорно лучшая армия в мире. Возможно, лучшая армия в мировой истории. Беспримерные по красоте армейские операции. Невероятная эффективность прекрасно вооруженных соединений, частей, каждого отдельного бойца. Чрезвычайно низкие потери. И так уж вероятно было предначертано, победную точку во Второй мировой поставили мы. 9 августа 1945-го года советские войска вошли в Маньчжурию и через несколько дней буквально разнесли в клочья оборону японцев. Тут еще нужно учесть масштабы. Дальневосточный театр боевых действий Красной армии представлял собой гигантский эллипс. Полторы тысячи километров с севера на юг и тысячу двести с запада на восток. Вместил в себя неприступные горы Большого Хингана, непроходимые в дождь болота Приморья, невыносимую жару пустыни Гоби и 17 японских укрепрайонов. В одной Маньчжурии сотни оборонительных сооружений растянулись вдоль фронта на 800 километров, уходя до 50 километров в глубину подконтрольной японцам территории. На Сахалине и Курилах береговые батареи были скрыты в гранитных скалах и железобетонных укрытиях. Протяженность сухопутных и морских границ, вдоль которых должны были вестись боевые действия, 5000 километров. В два раза больше, чем советско-германский фронт. За всем этим стоял великий полководец Александр Михайлович Василевский, маршал Советского Союза, который закончил Вторую мировую войну гигантской маньчжурской стратегической наступательной операцией. На памятнике Василевскому в Москве карта, над которой задумался маршал, именно эта операция. По вечерам на памятнике загорается зеленая лампа, как напоминание о практически круглосуточной работе Василевского в Генштабе в годы войны. Но проводя последнюю операцию Второй мировой, Василевский был на театре боевых действий. Побеждали наши реально малой кровью. Безвозвратные потери составили 0,7% от принявших участие в войне на Дальнем Востоке. Исследователь маньчжурской стратегической наступательной операции, доктор исторических наук Вячеслав Зимонин, называет даже более низкий процент — 0,1%, утверждая, что это абсолютный рекорд за все годы войны. Общие потери императорской армии, которая не наступала, а оборонялась, зарывшись в Доты и Дзоты, были в 60 раз выше, чем у нас. 10 августа 1945-го — последний огненный таран Второй мировой. Младший лейтенант Михаил Янко со своим воздушным стрелком Иваном Бабкиным направили горящий Ил-2 на военный объект в порту Росин. Это был третий боевой вылет отважного летчика. 18 августа 1945-го последними совершили подвиг Матросова, морпехи Николай Вилков и Петр Ильичев, закрыли своими телами амбразуры японского Дзота на самом северном из Курильских островов — Шумшу. Еще 9 августа премьер-министр и ряд членов японского правительства под воздействием вступления в войну Советского Союза обратились к императору Хирохита с просьбой о принятии условий Потсдамской декларации. В ночь на 10 августа император обязал высший военный совет пойти на безоговорочную капитуляцию. 14 августа была записана речь императора, в которой он объявил о прекращении войны. Но в ночь на 15 августа ряд офицеров Министерства армии и служащих императорской гвардии попытались захватить императорский дворец, взять императора под домашний арест и уничтожить запись его речи. Мятеж был подавлен. Очевидно, Япония пошла на капитуляцию прежде всего под воздействием стремительного наступления Красной Армии, а не атомных бомбардировок США. Ядерные удары по городам, где не было войск, были нужны, чтобы напугать СССР. Уже тогда Вашингтон и Лондон считали нас противником в будущей войне. Президент США Гарри Трумэн был в восторге, что у США появилась атомная бомба «хорошая дубинка для русских парней», хвалился он. В полдень 15 августа речь Хирохита прозвучала по радио. Это стало первым обращением императора к простым японцам. Однако, начав сдаваться американским войскам, они еще некоторое время ожесточенно сопротивлялись Красной Армии. И еще одна удивительная судьба. Один боевой путь, который связал начало войны с ее окончанием. Летчик Евгений Преображенский во главе группы бомбардировщиков ДБ-3 бомбил Берлин в августе 41-го. На общем фоне мрачных новостей с фронта это было чуть ли не первым радостным для страны событием. «Он погасил огни Берлина», писали о Преображенском советские газеты. И вот в августе 1945-го он же, уже будучи командующим авиацией Тихоокеанского флота, лично спланировал и лично возглавил десантную операцию по взятию Порт-Артура. 200 советских десантников на летающих лодках высадились в бухте крепости и разоружили японский гарнизон. Потом маршал Василевский осматривал русские орудия 1904 года, которые японцы сохранили как трофеи. 2 сентября 1945-го на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. С советской стороны его подписал генерал Кузьма Деревянко, участник Великой Отечественной войны с первого дня. Вторая мировая война завершилась. Два очага мирового нацизма и мировой агрессии образовались накануне мировой войны. Германия на западе и Япония на востоке. Это они развязали Вторую мировую. Отныне мы можем считать нашу отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке. Наступил конец Второй мировой войны. Так оценивало советское руководство достигнутые результаты. Советские газеты опубликовали обращение за подписью Сталина. У нас есть еще свой особый счет к Японии. В феврале 1904 года Япония, воспользовавшись слабостью царского правительства, напала на нашу страну. Поражение русских войск в 1905 году оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что пятно будет ликвидировано. И вот этот день наступил. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу, и отныне они будут служить базой обороны нашей страны от японской агрессии. Международный военный трибунал для Дальнего Востока, более известный как «Токийский процесс», в 1946-1948 годах осудил главных японских военных преступников. Семеро обвиняемых, включая двух бывших премьер-министров, были приговорены к повешению и казнены. Вскоре после окончания боевых действий на Дальнем Востоке была учреждена медаль «За победу над Японией». Она такая же, как «За победу над Германией», только колодка не георгиевская лента, а своя, уникальная.